друзья всем привет обещала должна исполнить как я ставлю тесто на пирожки которые нужно жарить на сковороде и так что я делаю 25 грамм дрожжей дрожжи у меня как вы видите вот они свеженькие чайная ложка сахара вот такой стаканчик здесь у меня 350 миллилитров воды можно поставить на молоке но я ставлю то на воде опять же я не какой опары не ставлю яиц мы сюда не добавляем потому что яйцо делает всегда наше тесто на следующий день чертовым поэтому яиц в тесто пирожковое которое мы будем жарить в масле не нужно добавляю сюда 2 столовых ложки масла растительная у меня кукурузная любое главное чтобы без запаха было чайную ложку соли можно даже чуть чуть поменьше чем чайную ложку соли без горки естественно и 420 грамм муки у меня мука белый терем у каждого мука своя поэтому смотрите чтобы у вас была мука с хорошей клейковиной вот сейчас я это все дело просею мука должна быть обязательно просеяна вот и весь состав теста все очень быстро и легко теперь мы также ставим на расстойку это тесто если вам нужно пирожков больше нужно тесто сделать два раза естественно добавив все ингредиенты больше вот такое тесто посмотрите какое оно консистенции тесто не должно быть забито мукой не нужно мукой муки ложить больше чем положено все мое тесто будет стоять и подниматься ну как минимум через час-полтора мы будем печь с вами пирожки а может быть а может быть и раньше закрываю крышкой и мое тесто будет стоять в тепленьком месте ну что друзья мои посмотрим что у нас тут с нашим тестом произошло вот оно какое красивое мое тесто заполнила всю мою миску и сейчас я его буду выкладывать и уже с ним буду работать а а а разделю его уже на свои пирожки и дам подняться им еще с заготовочками для моих пирожочков вот столько у нас будет пирожков на двоих нам выше крыши на семью побольше нужно готовить двойную норму моё тесто постояло еще десять минуточек и сейчас я буду уже формировать пирожки руки помазали маслом и все наши заготовочки превратятся в лепешечки и защипываю пирожки наши сформировала пирожки сейчас они у меня минут десять постоят накрываю вновь своей пленочкой и подожду минут 8-10 и начну жарить и так вот друзья 16 прекрасных вот таких пирожков я приготовила из своего теста сейчас я покажу какая это вкуснятенько вот так разломила всю красоту вкусно очень вкусно минимум затрат минимум работы а какая вкуснота готовьте пирожки дома а главное девочки пиките пирожки из домашнего теста которое вы поставили сами и всего за часок оно стало изумительным а вкусным это надо только попробовать приятного аппетита а а а а Продолжение следует...